С 1950 года я постоянно работаю на полярных станциях. Трудно сказать, что заставило привыкнуть к Северу, не порвать с ним за эти годы. Здесь, видимо, привычка к работе товарища. Люди здесь как-то полнее раскрываются. Сколько было случаев, когда самому приходилось рисковать ранее товарищей, наоборот, видеть это с их стороны. И еще, знаете, все-таки приятно осознавать, что наша работа очень нужна для авиации, нужна для морского флота. Вот мои предшественники, заслуженные товарищи полярники, проработавшие по 30 с лишнего лет на Севере, ушедшие на пенсию. Ну, казалось бы, имеют все. Но, тем не менее, они просятся на Север и возвращаются. КОНЕЦ КОНЕЦ Белая земля, белая зима, трасса белым бела. Только белый след, только чистый снег, здесь колыма, колыма. КОНЕЦ Здесь нелегкий путь, здесь нельзя свернуть, с трассы свернуть нельзя. Закружит метель, скрутит белый плен, ослепит бурга глаза. Грузный масс ревет, подминая лед, меридианы гнутся. Из приемника теплым полоком песни в кабину рвутся. КОНЕЦ Тысячи дорог землю оплели, но я нашел свою. Здесь среди снегов, здесь среди ветров, трудную, но верную. А вообще, конечно, хороша она, колыма, хороша, прекрасная, так, суровый край. Ну, при снегопадах, при вьюгах, конечно, все это трудно. Надо представить, как приходится водителю на нашей трассе колымской. Понимаете, иногда идешь, вот полтора-два метра не видно. Когда при градусах так 55, до этого еще ничего, но когда за 55, уже 58, то тут, конечно же, надо смотреть. Помню, когда, видимо, они по адресу нам прислали камеры, вот, и покрышки. Артистская база, вот, в Якутии, буквально она села в галошь из этих камер, потому что они были не морозостойкие. Вот. Что привело к тому, что весь парк почти не работал. И вот, как только постоишь, часов 5-6, тронулся, а камера, как стекло, рассыпается буквально. Ох, как шустришь в этой машине. Только Бог бы знал бы, и бы видел, и как она бы там, бегая вот в этой машине. Сейчас уже техника дается более такая совершенная. Ну, и то я вам скажу, что не забывай о лопате 60 на 60, вот. И так взять, чтобы перебойщик кидать дальше. Увы, ни морозов особых, ни пурги настоящие мы на севере не встретили. Искали, гонялись, а север будто нарочно хранил нас от всего. Градусов 45, не больше. Мы смотрели на такую спокойную колымскую трассу, но сомневаться в рассказах местных шоферов тоже не было основания. И вот среди тросов ледовитого океана видим бульдозеры. Оказывается, они прямо по льду прокладывают дорогу. Временную, пока не растает. Зимником называется. И таких дорог каждый год по рекам, по тундре прокладывают на севере десятки тысяч километров. Ведь север иных дорог не имеет. Почти не имеет. Беззимников не было бы севера. Не могли бы жить, работать люди на дальних приисках, в поселках. И северные шоферы отлично понимают это. Днем, ночью, в любую погоду ведут они свои машины с грузами. Может, на том дальнем прииске, что в конце этой тоненькой ниточки. И работает-то всего несколько человек. Но раз есть люди, значит, надо ехать. Потому что вокруг север. КОНЕЦ 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 Ну что о севере? Первое время не мог я никак с климатом местным освоиться. Идешь на охоту в сопке. Ребята уже на макушке, а я все где-то в середине. Мотор остановился и хорош. Морозы еще 55-60. Это сейчас запросто. Я уже лет пять тут. А тогда лицо отморозил здорово. Пришел в баню, помылся, полотенцем лицо вытер, а вся кожа осталась на полотенце. Ну так, ничего страшного, конечно. Розовое лицо стало, помолодел и все. Сейчас я привык к климату. Ну и драга наша тоже, можно сказать, привыкла. Работаем по 260 дней в году. Как на юге. Замерзает, а крвем. Тысячная раз 21 льда вычерпали. Зато 31 процент сверхпланового золота дали. Если перевести в килограммы. В общем, большая сумма получается. Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся от всех стран. Первомай приходит на север с морозами градусов, это к за 20. Но для северян это уже весна. Предвестник короткого полярного лета. И вот в преддверии этой очень важной поры люди на севере как бы подводят итоги минувшему. Планируют свою дальнейшую работу. Уже более 100 крупнейших месторождений нефти и газа открыли первопроходцы Тюменского севера. Разведка новых месторождений продолжается. Все новые полигоны разрабатывают покорители Золотой Колымы. Северные районы остаются ведущими золотодобывающими районами нашей Родины. Путина, развернувшаяся на севере, приносит богатый улов рыболовецким хозяйствам этого края. Примерно треть всей добываемой рыбы дают стране внутренние водоемы и моря с севера. Всего 15 лет назад приобье было краем лишь охотников и рыболовов. Мощные нефтепроводы прорезали нынче тайгу. 125 миллионов тонн нефти будет давать ежегодно этот край к концу девятой пятилетки. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ